Добрый вечер на ТНВ новости в студии Лисанн Сабирова и в начале коротко о главных темах. Таташтадские спасатели стали лучшими в России. Что они получили в качестве подарка узнал Сергей Хайдаров. Пациенты от железнодорожной больницы оказались без тепла. Положили в палату в холодильник. Почему батареи оказались холодными в декабре узнавала Альбина Минебаева. Где грань между школьными поборами и добровольными пожертвованиями? Есть директоры, которых мы привлекли как дисциплинарной ответственности. Сегодня в Казани прошло родительское интернет-собрание. Об этом Анна Городнова. Ажиотаж на старте продаж. Часа в два подошел брат. Я его сменил. Шесть утра. На что идут казанцы ради билета и что в этом году в программе Шаляпинского фестиваля. Алина Зинатулина. Повышать мобильность, развивать систему оповещения, предупреждать чрезвычайные ситуации. Теперь эти задачи от Владимира Путина татарстанские спасатели будут выполнять быстрее. Сегодня им пополнили автопарк новой спецтехникой. МЧС предстоит обеспечить безопасность предстоящих крупных событий. Выборов президента России, чемпионата мира по футболу и другие. Сергей Хайдаров оценил готовность. Это утро для лучших в стране спасателей определенно особенное. Они не только принимают поздравления от премьер-министра республики, но и получают подарки. Такие нужные. Сегодня автопарк татарстанских спасателей пополнили пожарные машины, уазы и мотоциклы. Это решение было принято президентом нашей республики Рустамом Нургалевичем Менихановым. И основывалось оно на том, что давать нужно тем, кто может реально этой техникой пользоваться. Сегодня не только дарили подарки, но и вспоминали. Те, кто погиб при исполнении служебного долга, при тушении пожаров, при разборе завалов. Сегодня спасатели Татарстана работают не только в республике, но и выезжают на помощь коллегам в другие регионы. Итоги на традиционной коллегии. Наши спасатели снова в топе. Главное управление честь России по республике Рустам призвано лучшим Российской Федерации. Мы не имеем права работать уже. Наши задачи – это крепить достойную достигнутую успехи и ни на один шаг не сдавать достигнутые позиции. Спасателям расслабляться некогда. Год наступающий непростой. Их ждет череда федеральных и международных событий. Обеспечение пожарной безопасности в период проведения выборов президента Российской Федерации. Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Казани. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и пожаров. Как раз о последнем недавно говорил и Владимир Путин. Президент России отметил необходимость не только развивать и использовать новые технологии, но и продвигать добровольческие и волонтерские инициативы. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Барабаны, флаги, троекратный ура. С почестями встретила сегодня Казань, героя Советского Союза. Борис Кузнецов вернулся из Москвы со встречи с Владимиром Путиным. Подтянутый, в кителе и с хорошим настроением. Как прошло торжество в Кремле, далее в репортаже. Героя везде встречают с почестями Бориса Кузнецова, как и других героев Отечества накануне чествовал Владимир Путин. Сегодня при параде Казань. Герой Советского Союза вернулся домой. Барабаны, флаги, троекратный ура. Встречают героя со всеми почестями. В кителе, воодушевленные и в хорошем настроении. Борис Кириллович в сопровождении супруги ступает на Казанскую землю. От поездки только положительные эмоции, от того и впечатлениями не терпится поделиться. Встреча, которая произошла в Кремле, для нас имела огромное значение. Патриотическое дело, которое мы заложили когда-то среди нашей молодежи, имеет огромное значение. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца. Более трехсот военных и гражданских лиц в торжественной обстановке. Героев со всей страны поздравил Владимир Путин. В своем выступлении глава государства отметил мужество, благородство, бескорыстие, преданность Родине. Надежная опора сильной и великой России. Во все времена силу духа нашего народа питала искренняя любовь к Родине. Она помогала преодолевать любые испытания, вдохновляла на ратные подвиги, на преданное служение Отечеству и нашим людям. Вместе с Борисом Кузнецовым от Татарстана на празднование Дня Героев Отечества отправился к герой России Александр Супанинский. В Казань он вернется в ближайшие дни. Радик Фархулин, Олена Бережная, Марат Сидгараев, ТНВ Казань. Президентская избирательная кампания официально стартует 18 декабря, то есть с понедельника следующей недели. В этот день будет опубликовано постановление Совета Федерации. Накануне Верхняя палата Российского парламента, как и предполагалось, назначила выборы президента России на 18 марта следующего года. Обнародование этого документа и дает официальный старт избирательному марафону. И все два десятка человек, заявивших о своем желании стать президентом, могут официально выдвигаться в качестве кандидатов. Нетеплый прием ожидал некоторых пациентов железнодорожной больницы. Холодные палаты, в которых гуляет ветер. По словам больных, ночью настолько холодно, что им даже приходится греться в коридорах. Руководство лечебного учреждения это признает. Но почему, ничего сделать не может. Альбина Менебаева разбиралась в ситуации. Тепло в 14-ю палату, уже до больницы, так и не прибыло. Батареи еле теплые, по палате гуляет ветер. Возмущаются пациенты. Они сами себе прописывают теплые вещи. На такие условия не все были готовы. Низкая температура в палате отделения неврология держится несколько дней. При этом пациентов не торопились расселять. После приезда нашей съемочной группы, главный врач измерил температуру батареи. Стоят-то горячие вот это тут. Значит, пробка здесь, здесь загрязнение. И подтвердил, батареи подлежат замене. Но почему в холодную палату все же положили больных? По версии врачей, она для дневного стационара. Но вот казанцы утверждают обратное. На сегодняшний день выявилась в аварийном состоянии эта батарея. Она у нас для дневного стационара. В палате просто ветер гулял. И сейчас там лежат люди, но холодно очень. Ночью вообще невозможно. Выходили в коридор и грелись. Это у вас откуда радиатор? В больнице. И пока наша съемочная группа находилась в больнице, в 14-й палате температура повысилась. Ведь сразу появились электрические радиаторы, и пациентам нашлись более теплые койки. Руководство больницы пообещало до завтрашнего дня расселить больных по другим палатам и уже дальше решать вопрос с отоплением. Аварийная бригада приведет батарею. Мы все это переделаем и потом переведем на место пациента. Часть отделения неврологии не успели отремонтировать, поэтому 14-я палата осталась холодной. Заменить трубы и батареи планировали на новогодние каникулы. Но, видимо, работы начнутся раньше. Альбин Минибаев, Лешат Мухаммедов, ТНБ, Казань. После нашего визита в больнице побывали специалисты транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора. Как утверждает руководство учреждения, показатель температуры в палате оказалось в норме. Что не может не радовать. Прошла огонь, воду и текущие трубы. Коммунальная проблема в квартире казанской пенсионерки решалась целый год. Чтобы избавиться от воды из потолка и запаха канализации из прогнившего стояка, участница Великой Отечественной Вера Липова еще в сентябре прошлого года обратилась в управляющую компанию. Визиты коммунальщиков заканчивались лишь обещаниями. И решать проблему пришлось через высшие инстанции. Откуда пришла помощь Лина Зинатулина. Доставишь всего мне. Вот и два. Участвовала в Курской битве, артиллеристка избивала фашистские самолеты, получила медаль за боевые заслуги. Сейчас Вере Липовой 94, живет одна в квартире на улице Татарстан. Но повоевать пришлось и в мирной жизни, уже с коммунальщиками. Вот это стояк холодной воды. Это вот у нас так выглядел стояк горячей воды. Все канализационные трубы и также стояки горячего и холодного водоснабжения просто-напросто сгнили. Затопленные потолки, свящие в трубах и постоянный запах канализации. Первое обращение в управляющую компанию жильцы четырех квартир написали еще в сентябре 2016-го, но ситуация не изменилась. Повторно обратились уже в апреле этого года. Коммунальщики приходили, соглашались, что трубы пора менять, но работы не начинали. Причину задержки мы сегодня спросили в управляющей компании. Это было связано с тем, что на втором этаже там лежащий боль не лежал, доступа не было. Однако жители дома говорят, что уже с мая проблем с доступом не было. Они поняли, что разговоры с УК плодов не приносят и обратились сначала в приемную Единой России, а потом написали и президенту республики. У него на страничке от 22 июня, у него есть такая хорошая запись «Помню, помогаю». То есть мы решили, что участнику Великой Отечественной войны он все-таки поможет. И сразу объявление появилось в подъезде, что 6 июля в наших квартирах начнется замена трубопроводов. То есть вот эти вот стыки нам поменяли в течение буквально двух дней. Сегодня от гнилых труп остались только ужасающие фотографии. В квартире теперь новые пластиковые стыки и канализация. Во-первых, и вид эстетичный, и во-вторых, как бы не течет ничего. Очень даже хорошо. Ветеран, ее дочь и их соседи теперь уверены, если есть проблемы, главное не сидеть сложа руки, а начать действовать. А в республике всегда найдутся те, кто протянет руку помощи. Со своей проблемой жители этого дома обратились в нашу редакцию. Если у вас есть, что нам рассказать, звоните по телефону 570-5017. На ремонт кулеры, рабочие тетради и игрушки собирают деньги родители для школ и детских садов. При этом, что считать с поборами, а что добровольной помощью, говорили сегодня на Республиканском родительском интернет-собрании. Если раньше инициаторами сбора денег были директора школ, то теперь эстафету перехватил родительский комитет. Где грань, выясняла Анна Городнова. Купите нам какой-нибудь костюм перед Морозом, подарите. Мы вас всю жизнь помним будем. Директор Оренбургской школы предлагала родителям купить не только новогодние костюмы, но и туалетную бумагу, лопаты и топливо для снегоуборочной машины. Видео попало в сеть. Сегодня педагога уволили. Родители позже заступили за директора, якобы они сами инициировали покупки. И таких случаев по России сотни в Миноборнауке отмечают. Родительские комитеты порой перегибают палку, не имеют права требовать деньги. Ответственность за действия родительского комитета, соответственно, несет директор школы, так как он является представителем юридического лица. Если родительский комитет занимается тем, чем ему не положено, скажем так, и выходит за рамки своих полномочий, то привлекаем мы директоров. Положение о родительском комитете не менялось с 1976 года. Там прописано, что мамы и папы имеют право собирать деньги. Но законодательство поменялось. Теперь наличные в стенах школы и садиков вне закона. Специалисты вышли с инициативой. Нужны поправки на федеральном уровне. Отец троих детей Шамиль Шагапов сдает деньги на дополнительную литературу и охрану в школе. Поборами это не считает. Некоторые родители, активные, несомненно, они очень болезненно воспринимают этот вопрос. Ну и, честно говоря, просто мешают остальным родителям, кто понимает, в каком состоянии находится система образования, кто понимает, что ей помочь надо. Такие родители, они мешают организовать деятельность какую-то дополнительную для детей. Тем, кто хочет помочь школе, чтобы проблема у директора не возникла, советуют перечислять деньги на расчетный счет учреждения. По нему должна составляться смета и отчет, куда потратили средства. В этом году более 40 директоров школ и заведующих детсадов привлекли к дисциплинарной ответственности. Как правило, обращения о поборах поступают анонимно. Специалисты советуют не замалчивать о вопиющих фактах, чтобы сразу разобраться в ситуации и пресечь нарушения. Обращение принимает департамент надзора и контроля в сфере образования республики. Анна Городнова, Евгений Максимов, ТНВ, Казань. Шесть новых школ, семь детсадов, 31 ДК. Сегодня в Казани рассказали о реализации республиканских программ. В Татарстане построили 42 ФАПа, открыли шесть врачебных амбулаторий. Для популяризации здорового образа жизни заработали 11 лыжных баз и более 100 универсальных спортплощадок. А в начале следующего года в Казани откроется долгожданный новый зоопарк. Будет создан шедевр зоопарка уже со всем художественным оформлением. Там из полимера бетона все это делается, там будут и искусственные деревья, там в том числе художественная раскраска. И мы очень надеемся, что к концу мая данный объект, очень обостребанный, уже откроет свои двери нашему населению. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Ажиотаж на старте продаж. Часа в два подошел брат, я его сменил в шесть утра. На что идут казанцы ради билета и что в этом году в программе Шаляпинского фестиваля. Алина Зинатулина. Традиционные татарские праздники из деревни в центре столицы. Как будто как у мамы была в деревне, оказалось, поэтому очень хорошо. Как Казумасы идет в тренды, увидел Салават Мухамадуллин. Президент поздравил сегодня работников арбитражной системы с юбилеем. Премьера раздал портфели молодым политикам. Эти и другие новости из официальной хроники в нашем обзоре. Удобная и быстрая система для снижения нагрузки на суде и экономии на издержках работников арбитражной системы с 25-летним юбилеем сегодня поздравил Рустам Мениханов. Лучшие работники ведомства получили госнаграды из рук президента республики и председателя арбитражного суда Поволжского округа Юрия Глазова. Китайские компании помогут Татарстану в переработке и утилизации твердых бытовых отходов. О сотрудничестве сегодня разговаривал Рустам Мениханов с корпорацией инжиниринга и компанией по защите окружающей среды. Китайская делегация отметила важное значение проекта мусороперерабатывающих заводов в Татарстане, который станет первым в России. И сегодня же президент встретился с генеральным директором сети гипермаркетов ленты Яном Дюнингом. В Доме правительства они обсудили развитие взаимоотношений. Между улицами Татарстан и Тукая появится шестиэтажный жилой дом с подземной автостоянкой. Доработать фасад зданий предложил Рустам Мениханов. Также президент осмотрел объекты на ходе Атласии и Калинина. Проекты получили одобрение. Алексей Писошин поздравил победителей конкурса молодых лидеров вверх. 13 человек вошли в состав молодежного правительства республики и получили должности советников татарстанских министров. Премьер вручил портфель советников и дипломы победителей конкурса. Альбин Минибай, ВТНВ, Казань. Заболевания нервной системы в тройке самых распространенных в мире. Сегодня в Казани открылся первый неврологический форум по Волжье. Собрались ведущие неврологи страны. Депрессии, стрессы, срывы. Эксперты обсуждают современные методы лечения. Сейчас эти заболевания диагностируются на генетическом уровне. Все усложняет то, что пациенты занимаются самолечением. Это приводит к осложнениям. Мы рассчитываем на то, что это будет определенный шаг вперед. И образовательный, и исторический, если хотите. Очередь с ночи и вездесущие перекупщики. Сегодня в Казани стартовала продажа билетов на Шаляпинский фестиваль. Он пройдет в оперном театре в феврале. Но за билетами уже сегодня, задолго до открытия кассы, выстроились десятки жаждущих искусства. А для кого-то покупка билетов и вовсе настоящий бизнес. Не с вешалки, а с очереди. Этим утром начался оперный театр. Касса еще не открылась, а те, кто станет первыми покупателями, уже решают, на что пойти и кого пригласить с собой. На кону самые популярные спектакли, премьеры и лучшие места в зале. За солидную сумму не менее внушительный набор билетов. Первый среди первых сегодня семья Фрэнкеля. И заедлые театралы заполучили пропуск на лучшие спектакли для всех родных. Часа в два подошел брат, я его сменил в шесть утра. У нас родственники приезжают, мы ходим из Самары. То есть они просили заранее. Мы все ходим, радуемся. А чтобы не терять время, кто-то изучает афиши. Фареда Бегишева подошла к вопросу тщательно. Я посмотрела солистов, какие приехали, и вот еще в интернете отзывы. 36-й Шаляпинский фестиваль стартует 1 февраля с премьеры. Это опера «Набукка» в новой постановке. В программе классические Аида, Турандот, Борис Годунов, Севильский цирюльник, Пиковая дама. Всего 11 спектаклей. А в завершении масштабный гал-концерт 21 и 22 февраля. Не обошлось в погоне за прекрасным и без вездесущих перекупщиков. 100 билетов в одни руки. Касса парализована, но и у руководства театра связаны руки. Так или иначе, билеты в продаже пока остаются. Даже цена с прошлого года не изменилась и начинается от 300 рублей. Самым дорогим удовольствием станет гал-концерт до 3,5 тысяч. Но театралы уверены, настоящее искусство ценится гораздо выше и уж точно стоит часовых очередей. Лена Зинатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Как получить билет в будущее, теперь знают участники республиканского творческого конкурса. Сегодня в Казани подвели его итоги. Ребята через стихи, сочинения и картины показали свою будущую профессию. Как сложились в пазлы фантазии Динара Камалова. Семенова Дарья Павловна. От фундамента до крыши, от ямба до хорея. С пером и молотком девятиклассницы Дарья Семенова знакома с пеленок. Недевичьи навыки пригодились. Стихотворение про династию строителей в финале 10-го республиканского конкурса сочинений «Билет в будущее». Так же, как и Дарья, дипломы, грамоты и призы сегодня получили еще 12 талантливых ребят. Яркий свет от люстры новой освещал большой ковер. Маленький мальчик по имени Вова строил дом, гараж и двор. «Билет в будущее» в форме сочинений, картин, стихов и даже видеороликов. В конкурсе участвовали почти 1300 юных татарстанцев. Тенденция в тренде работы учителя, врача, механика, повара, сварщика и агронома. Были и те, кто развенчал миф о том, что работы на селе и в IT-сфере вещи несовместимые. Основной спектр работы представлен сельскохозяйственной отраслью. Это желание стать ветеринарным врачом, зоотехником, обслуживание робота-дояра. То есть это уже мы говорим о цифровизации, о том, что сегодня для нас актуально. Среди ансамбля молодых талантов оказалось много и будущих водителей. И сегодня они смогли сесть за руль и побороться за звание самого быстрого. Ну что же, поедем и мы. Водители профессия хорошая, всегда востребованы, никогда не останутся без внимания. Выбирают, исходя из востребованности. Все реже хотят стать юристами и экономистами. Все чаще предпочтение рабочим специальностям. Такие изменения организаторы связывают с активной подготовкой к чемпионату WorldSkills. Динара Камалова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Зима, холода и Коземесе. Татарский гусиный праздник родом из середины прошлого тысячелетия. Сегодня впервые масштабно отметили в старой татарской слободе Казани. По исконно народной традиции на ощипывание гусей собираются деревнями. А в случае Казани жители и туристы. Как национальный праздник идет в тренды, увидел Салават Мухаммадуллин. Под меоди баяна с песнями и за одним столом. Самые опытные хозяйки ощипывают гусей. Тех, кто помоложе, раскидывая перья, идут к речке. Так принято, тушки нужно ополоснуть. Мужчины в это время разделывают новогодний деликатес. Ощипывание гусей настолько пришлось по нраву казанцам, что все сразу достали мобильный телефон. И до оператора мне даже не добраться. Национальный праздник идет в тренды. Это исконно сельский праздник, а потому столица это скорее инструкция по проведению казу-массе и шоу для туристов. Конечно, это будет суперинтересно для туристов, которые не приезжают сюда и которые хотят увидеть что-то очень-очень настоящее, очень-очень древнее. Гусиное перо в этом случае отвечает на все запросы туристов. Ощипывание сопровождается танцами, конкурсами и, конечно, угощениями из гусиного масла. Я сам вырос в деревне. Этот праздник мне очень нравится. Ну, вспоминаю молодость. Это же наши истоки, наши обычаи. Дети, молодежь должны видеть. Я взрослая женщина, я-то как бы это пережила, я видела, я участвовала сама. Я очень жалею, что маму свою не привела сюда, потому что она бы окунулась в это и получила бы, наверное, истинное удовольствие. Поэтому я прям в восторге. Молодцы, конечно. Надо повторить. Повторить уже только в следующем году. Гусиное перо знаменует первый ледостав. Согревались сегодня гости и хозяева праздника чаем из самовара. Слават Мухмадуллин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Представился школьником и заманил к себе в машину. Сегодня в Казани арестовали 22-летнего подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Все подробности через несколько минут. А сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. В Клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Субтитры создавал DimaTorzok Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 278-33-33. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru Московский цирк Никулина представляет Карина и Артур Багдасаровы с новогодней программой Планета 13. С 29 декабря Татнефть-Арена, Казань. Республиканский конкурс красоты Мист Татарстан 2018. Кастинг 24 декабря. Приглашаются девушки от 14 до 23 лет. Телефон дирекции 29 555 49. Возрастное ограничение 12+. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Игрок Акбарса принес победу Олимпийской сборной России. Шайба Владимира Ткачева стала решающей в поединке против Норвегии. А в это же время другая сборная под руководством Олега Знарка принимала команду Швеции. Турнир в рамках Евротура проходит в Москве. В дебютном матче россияне одержали победу со счетом 3-1. В российском хоккее пока ситуация такая же запутанная, как и во всем Олимпийском движении нашей сборной. Игрокам из НХЛ лига запретила ехать в Корею. А в стране сейчас набраны сразу два полноценных коллектива. И не совсем понятно, кто из ребят представит сборную в феврале. В первой так называемой основной команде 25 из 27 хоккеистов представляют два клуба Sky и ЦСКА. Следующая игра против сборной Канады. Интересно играть против сильных, поэтому они вчера размялись на корейцах. И так же будут готовы к нам. То же самое может касаться и нас. Тем временем Заинский район стал еще ближе к занятиям физкультуры и спортом. Там открыли очередной спортивный объект. Детская и юношеская спортивная школа по лыжным гонкам готовы принять новых чемпионов. Больше 250 спортсменов и тренеров Заинска ликуют. С сегодняшнего дня они тренируются на современной спортивной базе. Обновился и лыжный инвертарь. На эти апгрейды за последние два года было выделено около 40 миллионов рублей. Сейчас в школе работает три спортивных зала, методические кабинеты, тренерские раздевалки, сауна с душем и комнаты для обработки лыж. Конечно, как родина нашего олимпийского чемпиона Федора Петровича Симашова, Заинский район, не заниматься лыжами нельзя. К другим темам в Казани завершился финал десятого сезона боев по правилам ТНА. Зрители стали свидетелями развязки интриги мирового чемпионата. Финалисты, прошедшие через сито трех отборочных этапов, вышли на финишную прямую. К своей главной цели – поясу чемпиона мира и кубку. Победителями в своих весовых категориях стали голландец Фабио Костелло, представитель Греции – Ставрос Гиригаракис, латвиец Стас Макаренко и россиянин Илья Фрейманов. Чемпионский пояс весовой категории свыше 80 килограммов поднял над главой турпал Такаев. В шестом бою престижа Халял Джаниев без особых проблем разобрался с итальянцем Розарио Прести. Теперь бойцы будут готовиться к новому сезону. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер быстро и качественно. Изготовим шкаф-купе по вашим размерам. 3D-проект шкафа, доставка, установка бесплатна. Только в декабре назовите пароль «ДМ мебель» и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Для тех, кого ждут дома. Для тех, кто привык ждать. И всем, кто не ждет, а дарит радость близким. Новогодний кредит 12% от Банка Восточный. Спонсор выпуска – Банк Восточный. Всем, кто не ждет, а дарит радость близким, новогодний кредит с праздничной ставкой 12% годовых. Адреса в Казани – Тазигизата 15, Пушкина 54, Зорге 11Б. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике сохранится умеренно морозная погода. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке республики ожидается небольшой снег и до 9 градусов мороза. На северо-востоке временами снег и минус 5 градусов. На севере республики тоже пройдет снег, температура воздуха там составит до 6 градусов ниже 0. На северо-западе тоже снег и минус 5 градусов. На юго-западе республики тоже ожидаются осадки в виде снега, там будет чуть теплее, до 2 градусов мороза. В центре Татарстана небольшой снег и минус 5 градусов. Внимание, в Казани открылся второй автоцентр «Газ» «Луидор». Успейте купить автомобиль «Газ» по старой цене. Адрес Казани – «Гашека-7», телефон 202-38-88. «Газ» «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях 0% первоначальный взнос. Ваш газ на «Гашека» у нас. Автоцентр «Газ Луидор-Казань». Улица «Гашека-7», Сибирский тракт, 59, 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки «Кукмара» станет желанным подарком в любом доме. Вместе с «Кукмарой» вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с «Кукмарой». Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров – посуда с антибригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, форма для хлеба. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег, температура воздуха составит около 2 градусов мороза, ветер южный, порывистый, атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, влажность воздуха 90%. Магнитное поле земли спокойное. На дороге гололедится, будьте внимательны. Санаторий Бакирова – одна из ведущих здравниц Татарстана, известная далеко за пределами, как республики, так и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 17 тысяч человек. Целебные грязи и чудодейственный климат, забота опытных врачей и гостеприимный персонал помогут вам поправить свое здоровье. Наконец-то я приехал в Бакирово. Райский уголок. Татарстанская Швейцария. А-да, слов нет. И тайные суда. Шведский столб. Комфортные переходы. Мацеста и грязи делают чудеса. Бакирово. Наш санаторий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова